Это вечернее питание. В целом надо понять такую вещь, что вечернее питание предназначено не для доедания, оно предназначено для успокоения. Вечернее питание — это не питание, которое даёт силы, это питание, которое успокаивает. Поэтому выберите себе успокаивающую диету вечером из того, что будет вам предложено. Однозначно вечером нельзя есть зерновую пищу, это не то, что вам поможет. Вечером не надо много масла есть, это не то, что вам поможет. Вечером не надо много сахара есть, это не то, что вам поможет. А теперь из того, что вам поможет, выбирайте себе то, что можно. Вечером можно есть тушёные овощи. Тем, у кого много напряжения в организме. Тушеные овощи для тех, у кого много напряжения, они расслабляют. А если у человека много огня в организме, у него два варианта. Или свежие овощи есть вечером, когда уж совсем много огня, или свежие фрукты. Если у людей должна капка, им вечером надо есть клетчатку, больше клетчатки. Это может быть, допустим, тушеные овощи, но в основном даже не овощи, а может быть листья какие-то тушеные. Там шпинат, листья салата вечером. Однозначно вечером не надо есть пищи, как пища, которая увеличивает силы в организме. Это орехи, зерно, фасоли, это нарушит сон. Силы надо увеличивать с утра, а не с вечера. Сыр тоже есть? А? Сыр нельзя тоже есть. Сыр. Сыр. Ну, сыр... Вечером, если вы физически трудитесь, можно. Если нет физического труда, лучше не кушать, потому что он будет в жиром день, а не в силу. Ну, в целом, сыр я как исключение. Сыр лучше, если сильно хочется что-то такого существенного есть вечером, то лучше сыр, чем и сметану, чем жареную маслянистую пищу. Какой сыр? А? Какой сыр? Адыгейский. Сыр. Лучше всего вечером есть сыр, желтый сыр, который, ну, долго лежат и бродят. А вот, ну, адыгейский сыр лучше с утра есть. Это не вечерним еще напрягает. Ну, значит, вечером у нас, смотрите, то есть, у нас три конституции. Вечером можно есть овощи и фрукты в основном. Можно есть сухофрукты вечером. Хорошая пища вечером — это бананы или сушеные бананы, яблоки или сушеные яблоки. Хорошая пища вечером — это те овощи, которые не сильно увеличивают пищеварение. Это такие, как лист салата, лист шпината. Допустим, гречка хорошо и утром, и вечером. Весь день у нас спокойный такой продукт. Хорошо есть, допустим, баклажаны вечером. Они успокаивают и увеличивают сонливость у человека. Тушеный. Вы готовы сыром есть? А? Что? Для ваты вечером. Для ваты вечером. Можно сухофрукты есть, можно тушеные овощи. Какие овощи для ваты? Вообще, овощи, которые растут под землей, на ночь лучше не есть. Они увеличивают огонь в организме и нарушают сон. Лучше всего есть овощи, которые растут над землей. Это может быть или листья, или такие, как тыква, допустим, кабачки, баклажаны. Но также не надо есть овощи, которые имеют огненную природу на ночь, как помидоры и перцы болгарские. Можно капусты есть для ваты вечером. Белкочаная капуста, брокки, там кальраги. Вот эти вот вечером хорошо, для ваты конструкции. По нашему климате. Но если вы в Индии поедете и покушаете там эти капусты, вам будет долго. Там нам не дают дождь в вату, там по-другому они действуют. Сладкий вкус всегда, смотрите, вечером и утром сладкий вкус нужен тоже. Но это могут быть сладкий вкус, можно получать вечером из фруктов, сухофруктов и медов. И утром также. Вот вам сладкий вкус. Он не поправляет, ничего плохого не делает. Если вам хочется сладости такие кондитерские, то только обед. После их чуть-чуть можно поесть. А? Можно, кстати, сладости есть, особенно женщинам молочные. Вот у нас есть молочные сладости. Такие бурфи, такие молочные. Это утреннее пища также. Они легкие. Они хорошо перебариваются. Да? Есть продукты, которые помогают похудеть. Да, свекла. Если есть свекольный сок вместе с морковным, первую половину дня, то процессы распада сильно увеличиваются. А потом можно, допустим, уже свеклу есть просто как пищу в течение дня. Но свекла помогает похудеть. Это точно железный продукт. И сырая, любая сырая пища помогает похудеть. Свекла и сырая вареная помогают похудеть. Но только в первой половине дня. Поймите, что худеет человек только в первой половине дня. Он не худеет во второй половине дня. Второй половине дня вы можете не поправиться. Но чтобы похудеть, надо использовать первую половину дня. Вот в первой половине дня свекольный сок может убрать лишний вес. Итак, вечернее питание — это тушеные овощи, может быть, гречневая каша. Это фрукты для тех, кому жарко или сухофрукты для любой конституции. Особенно благостные фрукты — бананы, курма, яблоки. Вечерние такие фрукты. Груша уже не вечерняя и не напрягает человека. Аргуст вообще лучше всего есть в первой половине дня. Потому что он увеличивает обмен веществ и диурез. Но людям, у которых жарко конституция, можно иногда поесть в второй половине дня дым или аргуст, остыть от работы, от напряжения. Но не часто, иначе вы будете на посту стоять по ночам и не спать. Вам интересна лекция, нет? Вы должны понять, что одни люди способны вставать рано утром по природе, а другие нет. Это зависит от вашего рождения. Чаще всего люди, которые родились с двенадцати ночи до двенадцати дня, им легко вставать рано утром. Причина такого рождения – это наказание времени. Более благоприятное рождение, таким образом, в этом плане – это с двенадцати ночи до двенадцати утра. Утреннее рождение – самое благоприятное. Когда человек утром родился, значит, ему легко вставать утром. Если он вечером родился, ему тяжело вставать утром. Но тяжело вам вставать утром или легко – вы должны вставать утром. Знайте, что если человек просыпает, пишите признаки разрушения здоровья, когда человек встает позже с сми утра. Сокращение продолжительности жизни – первое. Второе. Увеличение ненужного огня в организме, который будет выражаться в виде нарушения обмена веществ, или в воспалительных заболеваниях, или в эмоциональности, дневливости. Когда человек поздно встает, у него уменьшаются болевые силы, увеличивается депрессивность, снижается иммунитет в организме. А? Помедленнее? Да. Записывай. Пожалуйста, помедленнее записывай. Второе. А? Еще раз повторяю. Человек, который встает позже с сми утра, у него увеличивается воспалительный процесс в организме, сокращается продолжительность жизни. У него увеличивается дневливость или обидчивость. Нарушаются гормональные функции. Портится лицо. Лицо становится, как ватрушки. Отекшее лицо становится для женщин. Уже поздно все. Надо головы вставать. Я шутил так, что всем головы вставили. У вас хорошее лицо. Дальше. Не перепевайте меня. Не перепевайте. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Дальше двигаемся. Когда человек поздно встает с постели, он не может работать над собой. Он не может победить свою судьбу, потому что судьба побеждается только с утра. Когда человек поздно встает с постели, он копит плохую карму, а не отрабатывает ее. Когда человек поздно встает с постели, у него уменьшается болевая сила, сила воли и так далее. Такой человек становится мнительным и раздражительным. В целом, когда человек поздно встает с постели, у него энергия с внутренней жизни переходит на внешнюю. Он начинает во всех искать виноватых. Начинает арестовать близким, мучить и пугаться с ними. Когда человек встает поздно с постели, он становится неудачником в жизни. Потому что чувство предвидения событий плохих предупреждается. Да? А если ты хочешь работать час, 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 час. Не надо такого. Но этого не надо делать уже. Вы наказаны судьбой, вам надо больше молиться. И вам надо стремиться поменять работу в любой ценной жизни. Вам не хватает знаний просто. Вам надо высыпаться. Узнайте, что лучше всего высыпаться на следующий день. Вам надо встать в 7 утра, в час пришли, в 7 встать, перетерпеть день. А потом ложиться в 8 утра, в вечер и спать на следующий день. И досыпать уже, больше спать. Вставать раньше опять в 6 утра, но ложиться раньше. Так вы сможете восстановить силы. А зачем вам так работать, скажите? Для чего вам так работать? Что это вам дает в жизни? Семью кормить. Знаете, что семью надо кормить и ценой своей жизни. Вы сейчас разрушаете свою судьбу. Вы не нужны быть больным, калекой, немощным своим родственником. Мало кто из женщин способен жить с коллегой. Вы сейчас разрушаете свою жизнь по ночам работы. И потом никому не будете нужны. Когда вы будете больным, у вас просто. Ничего не добьетесь. И знайте, что люди по ночам работают не потому, что у них нет выхода, а потому, что они не знают, что это неправильно. Потому что выход всегда есть. Если человек прилагает усилия, он может найти себе другую работу. Без всякого сомнения. Надо прилагать усилия. И еще. Вы часто меняете деньги на здоровье. Это было настрастие. Некоторые думают. Вот я такой, столько денег никогда не найду в нем. Ну и не надо значит тогда. Живите здоровыми. Зачем вам столько денег? Если вам по судьбе не положено жить в большой квартире, живите маленькой, здоровыми и счастливыми. Ради квартиры, ради машины люди убивают свою жизнь. Работая по ночам, работая весь день без передых. Это признак невежества. Так нельзя много работать. Я вот здесь работаю тоже везде. Но для вас. Это делаю не для себя. Я не получаю зарплату. Я живу на пожертвовании. Я работаю просто для вашего блага. И для блага той команды, которая у меня есть. Изращиваю своих помощников и все прочее. Для этого можно выплативаться. Но вам ради своего просто квартиры, машины, в роли жизни. Это безумие. Это безумие. Ради компании, то также в своей безумии работать на износ. Ваша компания никому не нужна. Работая с утками, искать другую работу. Уходить из профессии. Уходить из профессии значит. Профессия не предназначена для того, чтобы ей отдать свою жизнь. Она предназначена для того, чтобы вам организовать правильную жизнь. Есть профессии, которые не помогают правильно жить. Например, мясник. А бушерство это не мясник. А бушерство это не мясник, но можно просто перейти на консультирование. Не обязательно вам быть хирургом там всю жизнь. Отдали чуть-чуть свою жизнь, здоровье людей. Переходите на здоровый образ жизни. Поймите такую вещь, что вы сможете в своей профессии попасть в рай. Ваша профессия это благородная профессия. Если вы не делаете работы, конечно, помогаете женщинам просто. Благородная может попасть в рай. Но если вы не будете молиться, а если вы будете по ночам работать, у вас не будет сил молиться, то вы в духовный мир никогда не попадете. Вы не очистите свою жизнь. Вы не сможете стать духовно развитым человеком. Для этого нужно жить здоровой жизнью, а не больной. Больная жизнь не помогает человеку с рельсом на Боге. Она не сдерживает. Вот я, допустим, сейчас настолько истощился, я срываюсь от близких. Мне тяжело психически становится из-за того, что я много сил даю. Отдыхать? Отдыхать невозможно, потому что много работы. Это нормально, временно. Я потом восстановлюсь. Но это ненормально всю жизнь. Это признак неправильного понимания, как жить. В крупных городах не надо жить и не получается. Надо искать себе работу в не сильно крупных городах. Есть города не сильно крупные, там легче, меньше пробок, времени на дорогу. Бизнеса не так много, поэтому работа не такая длинная. Работа везде есть. Вопрос какая? А? У него здоровье хорошее? Пока да. Мужчина – это другое. То есть вы, женщина, должны увеличивать духовность в семье. Когда придет время, он будет работать по-другому. Есть люди, которые способны быть хирургами и при этом заниматься духовной практикой. Мы знаем святого хирурга Ворка Войн Безенецкий. Он всю жизнь был хирургом, оперировал людей. Но он молился всю жизнь также. Если ваш муж может заниматься духовной практикой и при этом работать на тяжелой работе, нет проблем. Не может. Пока не занимается. Пока не занимается. Вот вы займитесь духовной практикой. Сделайте так, чтобы ваш муж начал заниматься. Если он может так жить и при этом сохранять силы. Я знаю одного человека, он оставил этот мир и ушел в духовный мир. Как он жил, я вам сейчас расскажу. Он жил против расписания, потому что это положено таким людям. Есть аскеты, люди, которые побеждают судьбу и живут против расписания. Расскажу вам, как он жил. Он ночью молился. Пока не выполнял свое молитвенное правило, он не готовил себе пищу и не ел. Где-то вечером он только начинал готовить, потому что у него долгое было правило поклонения Богу. Длительное очень. Трудновыполнимое. Он выполнял иногда его в 10, иногда в 11, иногда в 12 ночи. С этого момента он себе готовить начинал. Сам себе готовил. И потом кушал то, что он приготовил. После того, как он покушал, он ложился спать. Где-то, может быть, в 2-3 часа ночи. Потом он утром вставал. Он спал всего 4-5 часов. И начал поклоняться Богу. Без денег поклонялся Богу. Он читал молитву чисто, 6 часов в день. И так он жил каждый день. И немного времени уделял у женикам так же. Но у него было столько силы внутренней, душевной, что он не был никогда печальным, неподрым, больным, несчастным и так далее. Он всегда отдавал себя людям и Богу. И он оставил тело в поклоне перед алтарем вот так. И он всем желает так оставить в плите. И он сразу же ушел в духовный мир. И он больше не будет рождаться здесь никогда. Сейчас в духовном теле находится. В духовном теле полное счастья, блаженства, красоты, чистоты. Там нет режима дня. Там человек служит постоянно. Не надо думать о ни о чем он служит. Режим дня означает, что высшие силы помогают нам жить правильно. То есть есть силы солнечные, которые дают нам силу жить, действовать днем. Есть силы лунные, которые помогают нам отдыхать. И мы должны в гармонии с этими силами жить. Это называется режим дня. Понятно, да? Итак, вечернее время предназначено для семьи. Это время любви. Когда Луна восходит, надо больше отдавать любой близким людям. Любить близких и заботиться о нем. Когда Солнце восходит, время молитвы. Работа над собой в духовной жизни. Солнце начинает подниматься уже с часу ночи. Пока оно не пересекло вот эту вот линию с семи утра. Эта молитва как только пересекло, это уже изучение Священных Писаний и так далее. Меня забрасываете записками и дадите личного внимания, да? Что такое крафт? Я не буду вот на какие вопросы отвечать, потому что это неэффективно для всего зала. Понимаете? Если вы общие вопросы задаете, я отвечаю на них. Если вы личные, это значит, что вы не уважаете всех остальных. Мы сейчас изучаем в целом, как быть здоровым. Как есть мужчине и женщине? Вот это был хороший вопрос. Смотрите, в целом как бы надо понять особенности. Мужчина должен есть больше в обед. Мужчине нужно есть больше пищи, которая помогает ему работать. Это в основном овощи, зерно, орехи, мужская пища. Женская пища – это пища дробленая. И женщине не грех есть сладкая также. И мужчине хорошо есть грубую пищу также иногда. А женщине всегда надо есть нежную пищу. Женщина не нуждается в грубости, в аскезах. Она нуждается в энергии любви. Она пополняет энергию любви, отдает ей энергии любви. Поэтому ей нужна мягкая, нежная пища, хорошо приготовленная. Мужчине иногда хорошо питаться грубой пищей для здоровья. А где такая грубая пища? Кричатка, можно не обязательно чистить овощи, можно с кожуркой есть. Это увеличивает защитные силы в организме. Орехи, мужская пища, фасоль, зерновая пища. Больше пилка ночи не надо есть. Женщине надо больше уприводов масла сладкого. У женщины в целом больше более отрабленное питание, у мужчины более собранное питание. Но есть мужчины, у которых слабое пищеварение. Им тоже надо отраблено питаться. Должны ли мужчина или женщина растягивать свой желудок во время этой? Да, надо растягивать свой желудок. Как можно больше. Вы же видели, что в Китае мудрецели толстые такие выглядят. Желудок большой, у них они такие мудрые очень, да? Щеки большие, ручки маленькие. Видите, я вам говорю об этом, вы мне не верите, да? Чем задавать такой вопрос? Лучше желудок не растягивать. Но если у вас не получается, тогда простите. Человек же не растягивает желудок, потому что так надо, из чувства долга. А сейчас это растягивает желудок, потому что он не может остановиться. А сейчас это растягивает желудок, потому что он не может остановиться. Это не в тему, да? Но в целом я ответ на все эти вопросы такой. Как помочь близким людям? Сначала сами займитесь духовной практикой, а потом они сами, они подтянутся. Ну, лошадь можно подвезти к водоему, разбудить морду, заставить пить нельзя. Вы не можете никак помочь близким людям. Если вы не создадите атмосферу сильно духовную в семье, близкие люди подтягиваться не будут. Все, вот такой ответ. Хоть дети, хоть муж, хоть кто. Начинать надо с себя. Всегда только себя. Вы знаете, о семейном отношении буду сейчас ответить. Ну, в смысле какой-то. У нас другая тема будет совсем. Давайте по здоровью спрашиваю. У нас есть куча семейных, ну, лекций по семейным отношениям, куча на фестивале. В них спрашиваю. Ну, в основном, записки нет по теме. Я не знаю, что это. Да, давай по теме сдавать. Ситуация такая. Ну, понимаете, вы не можете сдерживать аппетит, если сильно кушать хочется. Кушайте плотнее, но только то, что нужно. Допустим, если вы тушеные овощи приготовите, плотнее покушаете, будет все классно. Смотрите, овощи растут ночью. Они перевариваются хорошо ночью. Поэтому тушеные овощи надо есть вечером. Вечерняя пища самая лучшая. Молоко, или именно молоко, оно ночью вырабатывается у коровы и ночью переваривается хорошо. Днем оно плохо переваривается. Таким тушеные овощи молоко – это пища, которую на ночь можно вечером люблять. Если выбирать, допустим, мало тушеных овощей, тогда можно орехи поесть еще вечером. Но это уже будет нарушать сон. Гревчик можно вечером по-любому есть. Если вам хочется жирного чего-то, то тогда лучше топленое масло сливочное, но самое легкое. Растительное масло лучше в обед есть. Хотя, наверное, я не прав. Вечером, наверное, лучше есть все-таки какое-то выбрать легкое топленое масло, растительное масло, которое вам подходит в вечернее время. Может, это будет кукурузное масло, или виноградное масло, или виное. А вообще, если можно, лучше тренироваться в первых половинах дня. Во вторых тоже можно, но недолго. Если вы в возрасте, тренировки интенсивные вечером, они тоже хороши, в принципе, для расслабления. Мужчине вообще надо... Мужской организм требует нагрузок физических, любой. Утром, вечером, как у вас получается. Если вы не нагружаетесь физически, значит, вы будете строгиком и больными. Женщина должна нагружать свои эмоции. Она должна каким-то творчеством заниматься, петь, танцевать, или рисовать, или, ну, творческая деятельность. Должна для женщины быть обязательно, так снимать себе напряжение. А мужчина снимает себе напряжение с помощью интенсивных тренировок. Но женщина любая должна также обязательно иметь какую-то физическую культуру. То есть, нужны движения, понимаете? Нужны движения. Они должны быть мягкими, плавными, добрыми, нежными. Но иногда женщине даже хорошо и поинтенсивнее, если она полнеет, поправляется, там, обручек попрутить, попотеть. Понимаете? Движение всем нужно. Но мужчине должно... болевое движение нужно, то есть, преодолевать трудности, напрягаться. А женщине оздоравливающие движения. Это хатха-йога, ушу, цигун, танцы. Понимаете? Это обязательно нужно для здоровья движения. Нет движений, нет здоровья. Движение нужно обязательно всем. Мы заметили, что когда люди лечатся, у нас проходит лечение, то люди, которые не двигаются, они не вылечиваются. Мы заметили, что у человека в организме скапливается масло, скапливается энергией коры, камней, и она не идет в здоровье. Если человек не двигается достаточно в жизни, здоровье у него не увеличивается. Понятно, да? Движение – это жизнь. Есть несколько типов движений, которые в целом рекомендуются всегда. Первое – это ходьба. Чем старше человек, тем больше надо ходить. Ходьба – это такой мягкий, естественный вид движения, который никогда не разрушает здоровье, и он улучшает работу сердца, кровопрощения. Ходить лучше всего в утреннее время. Можно вечером ходить, расслабляющая ходьба, напрягающая, активная ходьба, быстрая ходьба утром. Вечером расслабляющая. Хатха-йога или статические упражнения никогда никому не вредны. Каждый человек только вопрос в том, как делать хатха-йогу. Запомните, если у вас сильная работоспособность, сильная выносливость, но в трудяках у вас активный организм сильный, способный переносить трудности, вам надо упражнения делать очень медленно. Каждое упражнение по 10-15 минут, не меньше. А если у вас организм слабый, вы быстро устаете, значит каждое упражнение надо делать быстро, переходить из одного упражнения в другое. Смотрите, никому не надо пить сразу после еды. Вот поели, выпили стаканчик или чуть-чуть попили после еды, в конце еды, до свидания еда. 40 минут пить нельзя никому после еды сразу. Но после 40 минут дальше, если у человека огненная конституция, надо много пить после еды, потом уже начиная после 40 минут. То есть у человека душа вата, надо им часа два подождать после еды. А если у человека капха, то он тоже через 40 минут понемножку может пить. Больше всего воды надо вообще в жизни того, какого много огня. В огненной конституции много пьют. Капха мало пьют, вата средний пьют. Если душа капха, то есть люди, которые склонны поправляться, много пьют, особенно на ночное, все пойдет жиром. И надо пить первые половины дня, стараться тоже больше. Это именно воды, ты скажешь? Воды, да. Ясно, сукру мало пьют. Это плохо. В целом человек не должен заставлять себя пить. Но если совсем мало, это плохо, и совсем много тоже плохо. Во всем должна быть норма гармонии. И коль мы начали уже аппетит, тогда хочу сказать, что люди, у которых огненная конституция, им надо много супа есть в обед, пища должна быть жидкая. Людям, у которых воздушная конституция, пища должна быть сухая. Ну, она не совсем сухая, такая суховатая. Воды не слишком много нужно. А людям, у которых капха, конституция, у них средняя тоже, воды средняя. Они тоже как бы не должна быть сильно сухая пища. Им нравится сухая, часто есть, но не должна быть сухая пища. Если смешанная, значит смешанная. Смешанная. Вы сами определите, как вам питаться. Я вам говорю примерно, а вы потом уже думаете. Воду с утра пить хорошо всем. Если у человека вата конституция горячая вода, если у пиды конституция холодная вода, в капха конституция средняя вода теплая. Но всем хорошо с утра пить. Всем хорошо с утра пить. Потому что утреннее время токсины усваиваются в организме ночью и с утра. Поэтому хорошо токсины усваиваются вместе с водой. Если у вас токсинов много в организме и чувствуете болезненность, то лучше утро вообще не есть. Попаститься с утра, потому что с утром сжигаются токсины. Если вы чувствуете много снизи в теле, с утра вообще лучше не есть. Но это не значит, что вам надо потом есть вечером. Вам надо и с утра не есть, и вечером не есть. А потом поесть хорошо. Токсины тогда лучше сжигаться. Много слизи, значит язык заложен, горло заложено, кашливание, окаркивание, сопли, слезы из глаз текут всякой инуда. Здесь так же бывает и там тоже. Когда потом? Давайте с места вопроса задавайте даже то, что писали, это следопатение, потому что, ну, в основном вопрос по личной жизни. Да? От чего у детей портятся сильно зубы? Портятся зубы от судьбы. Есть дети, у которых каналы с зубами нарушены, и у них портятся зубы в результате. Но в целом зубы также портятся, если остается сладость на ночь. Надо, если зубы портятся, всегда надо три раза в день чистить зубы. Это гарантия, что они не будут портиться. После каждой еды надо чистить зубы. И на ночь еще чистить зубы. А чем чистить зубы? Чем чистить? Лучше всего чистить порошками. Вот эти вот, видите, есть зубные порошки. Вообще зубными порошками лучше всего чистить зубы. Но детям гранит сладкий вкус, поэтому им сладкий все равно нужно сладким честно чистить. Туда ментол добавляют порошки. Смотрите на своего ребенка. Если во рту меньше налета, меньше на зубах, значит зубной порошок хорошо работает. А вообще, если зубы портятся над лечителем, значит у него каналы нарушены, связаны с зубами. Да, пожалуйста. Нужно ли детям рано вставать? Нет, детям не надо рано вставать. В целом, где-то после 8 лет надо приучать пораньше чуть-чуть вставать детей. Но они и в школу идут, в принципе, и встают пораньше. А вообще, если говорить о раннем вставании, то после 12 лет включается солнце. До 12 лет человек отрабатывает карму или копит новую карму. И поэтому кала-чакра, колесо времени, она и создает трудности в жизни. Поэтому до 12 лет человек такой ослабляющий режим дня. То есть он как бы встает как можно. Стараться чуть пораньше, но не слишком рано. Детям в целом надо больше спать, чем взрослым. Групным детям надо вообще спать по 12 часов. Там детям 5-6-7 лет по 8-9 часов в день надо спать. Поэтому для детей это нормально. Но взрослому человеку надо спать, если он не больной, 7 часов, 7-8. А если он болеет, может 8-9 часов в день. Также следует знать, что грудным материалам... Женщинам, кормящим, которые кормят грудью, им тоже у них нет режима дня. Она не на лунный график переходит. Если женщина донашивает ребенка беременная, она тоже на лунный график переходит. В ней нет режима дня. Она живет как можно. В ней главное это молитва в жизни и спокойствие. Она должна больше молиться и успокоиться в жизни. Часто детям маленькие нельзя молочные продукты, сахар, какие-то красные продукты, овощи. Что делать в этой ситуации? Топленое масло по-любому подходит детям. По-любому, да. Сыр желтый по-любому таким детям обычно подходит. Вот эти продукты молочным надо давать. Есть еще вареное молочное вареное молочное. Они тоже часто подходят. Изучайте это все. Хорошо, спасибо. Олег Геннадьевич, а как правильно надо пить соки? Соки надо пить в первую половину дня. Соки всегда очищают организм. Это очистительное питание. Соки надо пить вместо утреннего завтрака. То есть надо пить с утра соки. Если вы пьете вечером соки, это нужно для того, чтобы из вас все вышло. То есть соки, кефир на ночь. Это всегда слабительно и всегда энергия распада увеличивается сильно. Но сон нарушается при этом, ущерб сна. А если вы с утра в первую половину дня соки пьете, тогда это на пользу здоровья. Можно вместо завтрака соки только не пить. В целом соки мало с чем совместимы в питании. Допустим, если вы соков напили свежевыжатый, и потом обедать хотите, то у вас может и с вареньем произойти. Они увеличивают воздух в организме так же, как это делают ягоды. То есть ягоды не еды надо есть и пить. Так же, как соки лучше всего. Можно вместо завтрака это делать. Можно делать на соках целый день разгрузочные. То есть полезно целый день попить один сок. Тогда и вечером опить? А как по конституции лучше подбирать? Еще особо будет. А мы с вами будем о разгрузочных диагогах говорить. Это не по конституциям, а по болезням определяется. Да? Обеденный сон и обеденный человек. Что? Обеденный сон. Обеденный сон. Есть три типа людей. Одним после еды надо отдохнуть. Другим надо погулять. Третьим посидеть. Выбирайте сами для себя, что вам больше подходит. Что больше отдых дает. Спать после обеда можно там до 40 минут. В зависимости от того, какой сон. Если у человека слабый сон ночью, можно до 40 минут поспать после еды. Просто количество сна после обеда определяется, насколько вы глубоко засыпаете. Если человек имеет вообще глубокий сон, ему лучше вообще после обеда не спать. Если человек всегда поверхностно спит, тогда ему хорошо отдохнуть после еды. Да? Есть ли какие-то продукты, лукофорно придяющие при проблемах с желудочным, панкреатитом? Когда панкреатит, самое лучшее влияет, это овес, отвар в сал. Овес, особенно в дневное время, пьет с отваром в сал поджелудочно восстанавливается. Несколько продуктов я могу рекомендовать. Это семена отваром в сал и куркума. Специи куркума очищают кровь и снижают сахар. Ее не надо много есть при панкреатите, но отвар в сал и семена – это железные продукты, которые помогают. А куркуму в воде расправлять стоит? Лучше, как в чай, делать. Она трудно переваривает специи. Просто в воде не очень хорошо. Да? Здесь вот ребенок, а в упор не хочет ягодить. Ягоди никакие, ребенок, если не есть. Значит, не надо его заставлять. Это общее правило. Ребенок чего-то не хочет есть, не надо заставлять. Ребенок сам знает, что ему надо есть. И думает, что вы лучше его знаете. Давайте дальше речь на вопрос. Вы сказали по поводу женских продуктов по утрам, да? Они молочные все, в основном холодные. А вот утром невозможно я их не могу учить. Когда? Вы можете же, допустим, со сливками делать какие-то запеканки с утра. Также есть же сладкие спицы, они тоже улучшают женские функции. Всю сладкое улучшает женский гормон. Сладкое у нас больше. Сладкий вкус, да? В обед можно тоже сливки, да? В женщине можно сливки круглый день. Утром, в обед, вечером. Все время сливки можно. Они улучшают гормональную физику. Творог в обед или утром. В зависимости от конституции. Если вам творог не подходит утром, вы его даже не съедите. Он у вас в горло не залезет. А кому творог в рот не лезет утром? Вот им не надо его есть. Орехи с медом? Давайте поговорим по совместимости. Нельзя одновременно есть топленое масло и мед. Особенно в равных пропорциях это не совместимые вещи. Топленое масло и мед вместе не надо есть. Не надо есть арбузы и тынь ни с чем другим вместе. Это может привести к катастрофе. Нельзя дыни и арбузы крошить в овощные салаты, в фруктовые салаты. Это опасно для здоровья тоже. Особенно дыни нельзя в фруктовые салаты крошить. Несовместимые свежие фрукты со свежими овощами одновременно есть. Несовместимые вещи. И даже в один заход питания нельзя свежие фрукты со свежими овощами. Но есть исключения. Например, есть сладкие овощи. Их можно иногда добавлять во фруктовый салат. Авокадо – это не фрукты, не овощи. Его можно и туда, и сюда. То есть он и туда, и сюда. Так же, как и кокосы. Так же, как кунжут. Это то и специя, и не специя. Ее можно просто кушать или в специю добавлять. То есть вот эти венерианские продукты, они для всех всегда. Если молоко добавляют много масла и меда добавляют? Нет, если молоко добавляют облудленное масло и мед, там все будет нормально в молоке. Но если вы берете «много», слово «много» всегда «плохо». Если вы чувствуете «много» добавляете, значит «плохо». Вот для меня, допустим, ложка меда большая – это немного с молоком. На ночь. А для кого-то это много. Слово «много» неуместно для здоровья. Олег Геннадьевич, у моей подруги диабет. И она очень сильно питается. Надо сырой пищей больше есть. И совсем она не ест масло. Правильно. Надо есть мяскость больше сырой пищи. Нормально. А что ей еще можно есть, чтобы разнообразиться? Для у кого больная печень и больная поджелудочная слеза, всегда надо ограничивать масло. Это хорошо. Это хорошо. Оливковое масло у тебя? Оливковое масло горячее, имеет горячую природу и подходит тем, у кого душа вата, у кого много напряжения. Оливковое масло идеальное. Оливковое масло имает горячее природу и его надо есть во первых половины дня, а кедровое масло запрещено на ночь. Оно нарушает сон, аутонизирует сильно на человека. Как знаете, дворчиков не болит. Что за предмет не нужно? Не надо сырую пищу есть много, надо и есть пищу мягкую, и с больным мочевым пузырем надо аккуратно относиться к специям, таким как анис, фенхель, тмин. Они могут активизировать мочевые пузырь чрезмерно. А если повышенная кислотность? Если повышенная кислотность, хорошо молоко пить, соду. Иногда соду добавляют в пищу хорошо, как повышенная кислотность. Кстати, лечение соды, это тоже последний бум, это подходит только до шипитера. У кого много огня и воспалительные процессы в организме, сода помогает. Но всем остальным она не помогает, не надо ее иппликации. Олег Геннадьевич, у меня дождь, и скоро 2 года будет, мне очень плохо растут зубы. Я здесь. Что порекомендую делать? Зубы плохо растут. Орехи, особенно кундук. Можно косточки. Есть пищу с кожурками, с кожурками все готовить. Перетирать с кожурками любую пищу. Будут зубы лучше растут. Всегда есть такая аналогия, смотрите. Кожа лечится кожей. Допустим, если у вас кожа больная, то ешьте пищу, продукты с кожей, с кожурой. Будет лечиться кожа. Если позвоночник больной, то вам надо есть стволовые какие-то растения. Допустим, укроп, ствол укропа есть, допустим, понимаете? Ствол и позвоночник это одно и то же. Дальше. Если у вас проблемы взаимообмен веществ, листья надо есть. Листья связаны с обменом веществ. Если у вас проблемы с психикой, то вам надо есть продукты, которые связаны с энергией любви. Это пыльца, вот допустим, вот это мед. Дальше. Плоды, фрукты. Плоды это любовь тоже от дерева. С энергией любви связаны с продуктами. Когда психика страдает, не хватает любви, значит, человеку. Фрукты надо больше есть. Пыльцу, растения, мед. Дальше. Если у вас страдают половые органы, то надо есть корни. У вас проблемы с зачатием, бесплодие, надо больше есть корней. Корни улучшают зачатие возможности. А если у вас проблемы с очищением организма, то надо больше есть кору. Кору. Есть корица, допустим, это кора. Гормональные функции страдают. Значит, это тоже энергия любви. Это молоко, специи. Улучшают гормональные функции. А вот корень имбиря, можно ли его есть просто разжевывать и в большом количестве? Если есть такое желание. Ну, если есть желание, кушайте. И вообще, желание, когда у человека что-то на что-то есть, все это нужно есть в обед. Для желания надо есть в обед. На ночь, в вечернее, в утреннее время – это не время желания, это время остезы. Утром надо ограничивать питание в соответствии с тем, что я сказал вечером. А если чего-то хотеть побольше, это днем. Есть такие продукты, которые увеличивают силы у человека. Например, пить может увеличивать силы. Можно есть его для увеличения силы в обед. Обеденное время – это время силы. Увеличивать силы. Кому-то хочется поострее пищу в обед тогда. Кому-то посоленее, кому-то покислее. Это все увеличивает силы. Это в обед. Вечером, утром это уже не нужно делать. Какие силы? А? Какие силы? Психические силы? Кому какие нужны? Кому-то нужны психические силы, кому-то эмоциональные, кому-то физические, кому-то половые. Какие продукты еще сегодня? Олег Иванович, вы рекомендуете, пожалуйста, что-нибудь от экземы? От экземы сыроведение рекомендуется. Экзема означает души, огня, много. Кожа, китерина. И также больше кожурок есть. Кожа не страдает, но за кожурок есть. А кишечник? 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 Есть и больше листьев. Листьев. Олег Иванович, спасибо. Спасибо, очень все интересно и логично. Ну вот, хотелось бы несколько аргументов. Луки часто жалко. 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 А грибы вам не жалко? Грибы нет. А кому-то грибы жалко. Грибы – это продукт, который увеличивает количество инфекций в организме. То есть у грибов есть такое свойство. Если что-то грибы ест, то они помогают другим грибам. Вот если на дерево один гриб сел, другой уже морлик посяли. Грибы – это пища, которая разрушает иммунитет. Это паразиты. Они никогда не питаются чем-то правильным. Они всегда на чем-то паразитируют грибы. Любые грибы. Такие бы ни были. Когда женщина мне сказала, есть ли иначе благостные вайшнавские грибы. Покажите мне, я хочу посмотреть, как они растут. Она завела меня в подвал свой, и там росли в ней вешенки. И я говорю, давай сейчас определим, благостная среда здесь или нет. Солнце есть? Мне говорят, нет. Лампочки. Хорошо. А чем питаются эти благостные грибы? Они питаются плесенью. Плесенью благостной можно питаться, нет? То есть она берет семечки, вот эти вот, в кожурке семечек вешает. Туда воды добавляет много. Это начинает все вонять, покрывается плесенью. Потом там вешенки растут. Благостные грибы в темноте питаются плесенью и воняет все вокруг. И где вы видели, что грибы по-другому росли? Как продукт, который был и вырос в невежестве, может стать благостным? А белая подосима? В земле. Чем питаются? Плесенью питаются. Дышите глубже. Слушайте, я не... Тему не закончили. Плесенью питаются. Грибы. И они, грибы, увеличивают у нас в организме склонность к инфекциям. Они разрушают коммунитет. Любые грибы. Как бы сколько белков, жиров, углеводов они бы не давали. Если мы говорим, что что-то не нужно есть, значит это разрушает характер человека, что важнее. Понимаете? Современная культура основана на материалистических взглядах на жизнь. Что такое материалистические взгляды? Означают другие жиры, углеводы. То есть исключается психический компонент питания совсем. Почему мясо рекомендуют? Потому что исключен психический компонент питания. Что такое благость? Благость означает, что психический компонент важнее, физически менее важнее. Невежество означает, что психического компонента вообще нет, только один физический. Понимаете? Вот в соответствии с этим есть разные категории здоровья и мышления. Допустим, если питание основано только на физическом компоненте, баланских белков, жиров, углеводов, это невежественные концепции питания. Страстные концепции питания основаны всегда на каких-то модах. что, допустим, ем только сырое, жрём только соду, ямночный уксус только пьём, пьем всё, едим всё с пищевыми добавками. Это страсть. Страсть означает, что всем помогает всё одно и то же. Благость на питании основана на молитве и на духовном, и на тонком компоненте, психическом питании. Что касается лука-чеснока, то знайте, что есть несколько продуктов, которые очень сильно увеличивают похоть у человека, гнев, жадность, алчность и дают возможность зачинать детей лучше. Эти продукты были выделены в своё время алицены. Это хмель, хрен, лук, чеснок. Эти продукты предназначены для активизации детородной функции. Если человек сильно увлекается сексом, ему хочется есть лук и чеснок. Это признак его несдержанности. Эти продукты в целом имеют демоническую природу, и они предназначены для разрушения характера, а не для улучшения него. Поэтому овощналы не едят ни лук, ни чеснок. А те, кто соображает, ещё и крем не едят. А редиска уже получше. Горчица нормально. Олег Иванович, добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие продукты в Италии можно исключить и что-то покушать при частых пробках в горлах, хронический танцелит? Хронический танцелит я предлагаю вам вообще горло изучить несколькими продуктами. Лучше всего полоскать куркума, томашка, календула. Вот продукты, которым нужно лечить горло. Они все улучшают кровопрощение горло и отхаркивающим средством бурдальды восстанавливают иммунитет в горле. Давайте так с вами поговорим. Вот сейчас у меня спрашивают по режиму дня. У нас следующая лекция будет по... Очищение организма, потом по лечению танки. Вы сейчас просто создаёте калусь. Мы сейчас просто по питанию и по режиму дня задаём вопрос. Давайте делать лекции с тематическими, да? Скажите, пожалуйста, подробнее вот про белый перец. Как его употреблять, как часто? Белый перец. Для профилактики нужно кушать по утрам. Несколько горошек, желательно четное количество. Можно это делать с мёдом. Белый перец с мёдом по утрам. Будет улучшать иммунитет. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Если у вас плохое пищеварение, отвратительное, можно также чёрный перец с мёдом. По утрам несколько горошек. Чётное количество есть. Количество горошек выбирайте сами, индивидуально, по ощущениям. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Расскажите, пожалуйста, рацион, питание, пилеи, которые надо, чтобы мозгами шевелить. Для мозгами шевелить. Значит, смотрите, если мозгами надо шевелить, надо увеличивать количество сладких специй раз. Хорошо в течение работы вообще пить мятный чай, потому что мята охлаждает мозги, и она в основном для всех подходит. Иногда шиповник подходит для того, чтобы мозгами шевелить. Также мозгами шевелить надо сокращать бобовые и зерновые культуры в рационе. Увеличивать овощи и свежие пищи, потому что свежие салаты нужны для шевеления мозгами. Так как в основном люди работают умственно, поэтому это питание для всех хорошо. Так что для шевеления мозгами хороши зелень, любая зелень. Листья, это означает шевеление мозгами деревьев. Поэтому мы как бы кушаем листву и траву, и это увеличивает возможность думать. А кофе и шоколад тоже увеличивают возможность думать, и потом от них человек не пеет просто. Сейчас увеличивается по кофе, сначала больше стало думать, возможно, а потом человек оттуда не пеет. А? Ну и не шоколад. А? Как? Как? Какой шоколад? Шоколад. Какой шоколад? Шоколад это невежественный продукт. Время нужно. Но есть можно. Потому что если я вам обменю шоколад, то вы их совсем застаритесь. Время или нет, как и в мозг? Мозг, да. Время, как и в мозг, да, согласен. Да, согласен. То есть, время питает в мозг. Да, вообще. Похожесть имеет значение, да. Если продукт такой, допустим, посоль, она такая крепкая, такая, значит мышцы будут питать. Это есть такая связь, да. Если растение высокое, оно будет увеличивать рост. Такое есть, да. Сыка, Даша, как выходи лучше? У всех по-разному. Да? Харькин, Анатолий, говорите о чем-то острое, длинное. Острая необходимость есть какой-то конкретный продукт. Вот длинный, то есть как бы... Это значит, не хватает чего-то. Иногда женщина мыслись надо есть. Да. Иногда, особенно в женском теле, часто организм что-то требует. И женщина начинает что-то есть немедленно. Она там нападает на... Да, но в стыле только есть. ...соду там, на ислись, стены прозет. Нормально. Потому что помидоры пошла есть, да. Нормально, да. Время, вот это вот то, что если сильно хочется чего-то временное, значит это нужно для здоровья. Это нормально. Еще положено, если можно. То есть начиная работа признанного потому, что положенное время мы не сли, и у нас дополнительное производство болится. Если работа все это позволяет, в том числе, если засыпать для часа ночи спать, и утром есть возможность помолиться, как следует. То есть мы не будем... Вы на сколько заканчите работу? В 7 утра. А начинаете работать после? В 7 вечера. Но мне работа связано с тем, что меня могут потревожить, скажем так. Ну, это... Я думаю, что вы должны как-то решать. В целом, если вам нравится, живите так. Можете молиться на работе там. Ну, нормально. Если здоровье позволяет, можно. Просто понимаете, почему я ругаю? Когда человек пробит здоровье, он не может ни молиться, ни сосредоточиться на духовной практике, и только из-за денег, как бы тратить свою жизнь. Зачем, когда нужны деньги? Вот смотрите, правило такое. Деньги нужны для того, чтобы у вас было время молиться. Если ваши деньги забирают у вас в молитву, тогда зачем нужны деньги? Как есть такая пословица для алкоголиков. А если водка мешает работе, брось ее нафиг работу свою. Понимаете, мы алкоголики духовные. Если молитва мешает работе, значит, брось ее нафиг на работу свою. Ну, то есть, не брось, а найди получше работу. Понимаете, то есть, цель человеческой жизни – это духовная жизнь. Поэтому человек должен все приспособить к своей духовной жизни. Если работа не мешает духовной жизни, бросать ее не надо. Смотрите, две вещи, которые мы должны обязательно откультивировать в своей жизни, чтобы жить в лакости. Первое – это молитва и духовная жизнь. Второе – здоровье. Две вещи, которые обязан человек культивировать в своей жизни. Здоровье портится, молитвы нет, значит, все это надо убрать из жизни. Это неправильно все. Нет здоровья, нет молитвы – это неправильные вещи. Это закон, который надо соблюдать. Есть такой стих в Шима-Багу. Цель человеческой жизни предназначена только для того, чтобы задавать вопросы о Боге и молиться. Человек должен жить бескорыстно, отдавать свою жизнь другим. Единственное, человек должен чего просить и делать для своей жизни – это все, что связано с самосохранением и здоровьем. Например, если в вашей жизни что-то угрожает, надо, значит, оставить это место. Допустим, если вы живете в зоне боевых действий, уезжаете оттуда. Там не надо жить. Это разрушает вашу жизнь. Это опасно. Если что-то мешает здоровью, надо оставить это. Даже если это с временными неудобствами как-то связано. Надо оставить это место, оставить такую жизнь. Но не сразу. Работу сразу не надо бросать. Надо искать другую. Сначала ждать, когда Господь вам даст милость свою, а потом на нее переходить на другую работу. Нельзя бросить работу сразу, а потом попоискать. Это неправильная позиция. Мы не знаем, Господь хочет меня освободить от наказания или нет. Все равно ночная работа, когда человек ночью работает, когда у человека мало денег, когда у человека плохое место для жизни, когда он живет в тяжелых условиях – это все наказание. Мы не можем избавиться от наказания. Человек не может взять просто и сорваться, и куда-то поехать. Если вы хотите переехать в хороший климат, вы должны сначала условия себе для этого создать. Средства необходимые, место подобрать, знакомых, где будут работать, а потом будут переезжать. Если вы хотите избавиться от ночной работы, надо найти сначала дневную работу. Если вы хотите что-то менять в своей жизни, можно менять, но никогда не человек не должен помышлять о разводе. Да? Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, какие существуют противопоказания, показания в пище при баррикозной ширине? Баррикоз означает перенапряжение. И надо есть продукты, которые вас перенапрягают. И в основном баррикоз не от питания идет, а от неправильного отдыха. Если человек не может расслабляться, на ночь от этого пухнет организм, вены вылазят, там, и все прочее. Нужно просто организовать правильно лечебное питание и отдыхы свой. Это очень важно.